Здравствуйте! Это специальный выпуск программы «Вовремя итоги». И у нас в студии директор Днестровско-Прусского центра РИСИ Сергей Макшанцев. Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Сергей Алексеевич, последний раз вы у нас были, если не ошибаюсь, в марте, когда открывался Днестровско-Прусский центр РИСИ. С тех пор многое удалось сделать. Вот из последнего, насколько мы знаем, между ПГУ и Сколково при вашем непосредственном участии был заключен договор. Расскажите, пожалуйста, о нем подробнее. Какой будет схема взаимодействия? Да, буквально на днях мы подписали соглашение сотрудничества между технопарком Сколково, собственно, непосредственно той научной и лабораторной базой, которая обладает сам фонд и технопарк Сколково. для того, чтобы созданная структура на базе Приднестровского государственного университета, который мы тоже назвали технопарком Приднестровским, могла пользоваться той методической, научной и технической базой для своих работ. Наш центр, насколько вы помните, я рассказывал, занимается в разных направлениях в плане интеграции Приднестровья с Российской Федерацией, и нам показалось, что аспект научного взаимодействия достаточно важный. В текущей геополитической ситуации мы ставим для себя некие, возможно, амбициозные задачи, но иначе невозможно двигаться вперед. Мы хотим вывести Приднестровский технопарк на достаточно серьезный уровень, оснастить его достаточно современным оборудованием при помощи наших коллег из технопарка Сколково Российского, для того, чтобы привлекать к научным разработкам не только ученых и студентов из Приднестровья, но и из запредельных государств. Амбициозная задача, да? Как всегда. Еще один аспект вашей деятельности. В конце февраля ваша организация Днестровско-Прубский центр РСИ учредила ДОСААФ ПМР. Такая структура есть в России. Расскажите, пожалуйста, чем занимается Приднестровский ДОСААФ и как он сотрудничает, собственно, с российской организацией? По сути, мы воссоздали структуру, которая благодаря приднестровцам более или менее сохранилась со времен Советского Союза, со времен ДОСААФа, СССР. Это была структура АСТОПа МР. Большое им за это спасибо и поклон. То есть, по сути, мы взяли тот сохраненный фундамент. При этом, подписав соглашение с ДОСААФом Российской Федерации, нам удалось вывести ДОСААФ в Приднестровье, я не побоюсь уже сейчас это слово, на некий новый уровень, в отличие от того, что было на протяжении последних 23 лет в Приднестровье. В этом аспекте основная задача – это военно-спортивное воспитание молодого поколения до призывного возраста. Это популяризация службы в армии и, безусловно, патриотическое воспитание, именно интегрированное на наших общих корнях российских. Уже были мероприятия, я так понимаю, проведенные ДОСААФом Приднестровским? Да, безусловно. ДОСААФом Приднестровье были проведены ряд мероприятий. Мы очень плотно в плане взаимодействия с ДОСААФом работаем с активом Приднестровского государственного университета, собственно, основной молодежный актив. Был слет, был лагерь университета, где ДОСААФ Приднестровье представил определенную спортивную программу. И, не побоюсь этого слова, разрекламировал совсем недавно введенные в России нормы ГТО. Мы очень надеемся, мы будем двигаться совместно с правительством Приднестровья, с руководством, в плане того, чтобы данные нормы были введены в вашей республике. Если я не ошибаюсь, вот на этом же мероприятии, о котором вы говорили, впервые мы узнали о том, что в республике создана молодежная организация, которая называется «Звезда». Кто входит в нее и чем, собственно, она тоже занимается? Да, мы решили подчеркнуть этот аспект. То есть, хочу еще рассказать, что в ДОСАФ Приднестровье может вступить любой житель республики от 18-летнего возраста и неограничен верхний потолок. Более того, нормы ГТО существуют в том числе для пожилых людей. Человек пожилого возраста может также прийти в ДОСАФ Приднестровья, сдать нормы ГТО, получить значок, понимая, что он в своем возрасте еще физически здоров. Но для молодежи мы хотели бы сделать отдельный аспект, поэтому в структуре ДОСАФ Приднестровья было создано отдельное подразделение штатное ДОСАФа. Это молодежное движение «Звезда». Основа и вообще концепция движения – это социально-патриотическое воспитание. Я не ошибся в формулировке, именно социально-патриотическое. То есть, мы проводили достаточно много бесед с молодежью, пытаясь выяснить, что им хочется, что им недостает, какие у них амбиции и каким образом мы можем помочь в их реализации. Пришли к выводу, и пока это себя оправдывает, что аспекты социальной помощи очень важны для молодежи. То есть, например, если мы говорим о том, что мы берем ребят и говорим, что при нашей помощи у них есть возможность помочь ветеранам или помочь пенсионерам, это реально является мотивом для ребят. По сути, тимуровская команда, да, тимуровское движение, которое в 90-е годы, в силу определенных причин, после развала Советского Союза, приобрело какой-то неправильный негатив. Мы пытаемся возродить правильный подход к этим социальным вещам, безусловно, не забывая о патриотическом воспитании и, естественно, спортивном, учитывая, что данное движение входит в состав ДОСАФа, которое обладает достаточно мощной спортивной базой, которую мы сейчас будем наращивать в плане возрождения различных спортивных федераций, секций на базе ДОСАФа, проведения соревнований. Соглашение с ДОСАФ России позволяет нам принимать участие в соревнованиях на территории Российской Федерации, в различных спортивных. И ДОСАФ России достаточно активно помогает материально-технической стороне. Насколько мне известно, делегация молодежной организации «Звезда» намерена посетить известный форум «Селегер», а также еще один форум под названием «Таврида». Вот если о «Селегере» наши преднестровцы знают, некоторые молодые люди даже посещали его, то вот о втором форуме нам как-то мало известно. Расскажите, пожалуйста, что это за площадка вообще? Это новая площадка, которая, форум будет проходить впервые в Крыму. Форум будет являться международным. Там будут делегаты с совершенно разных стран мира. Проходит он под организатор форума. Является федеральное агентство «Росмолодежь» российское. Важным аспектом, почему мы приняли решение послать туда ребят из молодежного движения «Приднестровье», заключается в том, чтобы наш актив мог рассказать о Приднестровье, о тех проблемах и тех чаяниях, которые есть сейчас у молодых ребят, другим жителям планеты, не побоюсь этого слова. Да и вообще просто, чтобы о Приднестровье узнали. Узнали в других маленьких странах, государствах, которых никогда и никто не слышал о Приднестровье. Мы будем пытаться... Плюс, безусловно, Таврида будет носить ярко выраженный патриотический характер, связанный с патриотическим воспитанием молодежи, именно международного патриотического воспитания. И нам очень важно, чтобы наши ребята получили эти базовые знания по приезду сюда, доносили бы его для других ребят и приглашали бы их в ряды звезды. А вот что касается Селигера, нам известно, что там есть такая возможность представить некий свой проект, да? И в случае, если этот проект кого-то заинтересует, или он будет признан хорошим, то на него могут выделить определенные средства на его реализацию. Намерена ли ваша делегация от звезды, которая едет на Селигер, предоставлять какой-то проект? Или будет какая-то иная форма участия? Я думаю, что будет и то, и то, и иная форма участия, и проект, который будет принимать участие на грандовость, на гранд. Селигер вообще в этом году будет совершенно, я бы сказал, новое дыхание у данного форума, потому что там совершенно все по-новому. Я призываю, собственно, наших зрителей следить за данным мероприятием, потому что ребята будут очень активно вести социальные странички, у нас есть созданные в социальных сетях страницы звезды, и, безусловно, будем давать новости в СМИ Приднестровья. Что касается других проектов Днестровско-Прудского центра РИСИ, чем вы еще занимаетесь? Может, какие-то проблемы уже взяты в разработку? Безусловно, мы прекрасно понимаем, что, занимаясь какими-то социальными проектами, культурными, научными, такими, как Сколково, мы не забываем, что основной проблемой на сегодняшний день является проблема экономической блокады Приднестровья. И это главная проблема, которую наш центр пытается, если не решить, то, по крайней мере, помочь решить. Безусловно, в первую очередь, это аналитическая работа, потому что нужно не забывать, что у нас достаточно мощный аналитический отдел на базе Института Российского Стратегических Исследований, который позволяет правильно давать оценку текущей экономической ситуации и докладывать в различные ведомства Российской Федерации. Вот об экономике подробнее чуть-чуть попозже. Сейчас хотелось бы задать вопрос по поводу того, что вот в прошлом году был подписан протокол Рогозин-Шевчук. В этом году уже буквально недавно целый ряд соглашений в дополнение к этому протоколу между ведомствами Приднестровья и России. На ваш взгляд, вот эти все соглашения, позволят ли они как-то повысить степень интеграции Приднестровья и России? — Однозначно. Я, знаете, могу сказать на одном конкретном примере. Вы, наверное, знаете, мы уже говорили о том, что под эгидой нашего центра Приднестровские дети, победители конкурса «Патриоты», я могу ошибаться сейчас в названии, которое мы будем проводить и уже проводятся в Приднестровье, осенью посетят Всероссийский детский лагерь «Орленок», в Центр «Орленок». Так вот, мы непосредственно занимались этим вопросом по вопросам поездки детей. Мы потратили колоссальное количество сил, общаясь с различными российскими ведомствами, для того, чтобы решить эту проблему. И мы упирались все время в одну вещь, что нет конкретного соглашения между Министерством просвещения Приднестровья и Министерством образования и науки Российской Федерации. Благодаря подписанным межведомственным соглашениям сейчас такие вопросы будут решаться намного быстрее, намного эффективнее, и нам открывает совершенно новую перспективу в плане реализации вот таких вот социальных проектов. Поэтому мы очень рады произошедшему, и, скажем так, не откладывая в долгий ящик, уже решаем вопросы, связанные с экономической помощью ваших торговых субъектов. То есть нами был решен вопрос о подписании контракта между Каменским консервным заводом и крупнейшей российской сетью «Магнит» на поставку консервного горошка. Сейчас планируется подписать контракт на поставку еще кукурузы. То есть мы пытаемся конкретно брать конкретный объект Приднестровья и обеспечивать экономическую связь с каким-либо торгово-промышленным объектом Российской Федерации. На ваш взгляд, вот этот путь, он наиболее оптимален, да? Учитывая экономическую блокаду Приднестровья, которая происходит на сегодняшний день, и, честно говоря, перспективы в плане ее улетучивания на сегодняшний момент крайне малы, естественно, мы видим в разворачивании вектора торгово-экономических связей исключительно с Российской Федерацией. И наша задача максимально помочь, но абсолютно конкретными вещами. Мы берем предприятие, помогаем им в реализации продукции. Берем завод, помогаем. Легкая промышленность, тяжелая промышленность, сельскохозяйственный сектор, ограждение. На самом деле, да, наша экономика сейчас в очень сложном положении. Правительству даже пришлось предпринять некие непопулярные, скажем так, меры. И, по мнению многих экспертов, подписание Молдовы и Украины соглашения об ассоциации может усугубить ситуацию. И единственный выход – это российский рынок. Но там тоже проблема. Многие производственники и предприятия говорят о том, что на российский рынок попасть непросто. Вот в чем проблема. Ну вот, опять-таки, именно поэтому наш центр занялся такими вопросами. Потому что мы понимаем, что, конечно, просто преднестровскому предприятию они, может быть, конкурентоспособны. Но они, я буду говорить прямым текстом, не всегда могут правильно себя спозиционировать и правильно себя представить с точки зрения, насколько действительно у них хорошая продукция. Не всегда могут правильно прочитать логистику в плане доставки. Мы помогаем им в этом и будем помогать. Более того, безусловно, Российская Федерация понимает значимость повышения вот этих экономических связей с Приднестровьем. И правительство Российской Федерации, и администрация президента, естественно, помогает на данный момент, вот мы будем говорить о конкретных вещах, помогает в том, чтобы российский бизнес, скажем так, обращал внимание на Приднестровские товары более активно. На ваш взгляд, что необходимо предпринять нашему руководству для обеспечения экономической безопасности нашей республики? Потому что в нынешних условиях это, наверное, главная задача, скажем так. Это очень сложный вопрос. Естественно, нет какого-то ответа короткого, который бы решил эту проблему. Это комплексная проблема, но, как нам видится, безусловно, нужно инвестировать в экономику. В экономику Приднестровья выводить ее на принципиально другой уровень. У нас запланированы переговоры на эту тему с руководством вашей республики в плане того, что нужно привлекать частных инвесторов, частных российских инвесторов, которые бы вложили сюда свои средства для поднятия экономики. Да, это не просто с точки зрения геополитической ситуации. Да, безусловно, когда мы говорим с каким-то крупным российским бизнесом, им проще вложить в какой-то другой, более спокойный регион. Но в Приднестровье есть свои плюсы. Это, честно скажу, дешевая рабочая сила. Это хорошая земля и правильная экология. В плане сельскохозяйственной продукции это огромный плюс. При правильной господдержке со стороны России, я абсолютно точно вам заверяю, что мы можем привлечь сюда частный российский бизнес для того, чтобы инвестировать в Приднестровье. Собственно, этим сейчас и занимаемся. Ну, одна, наверное, из проблем, это все-таки сейчас актуально, это ситуация на Украине, потому что там неспокойно и перспективы, скажем, туманны. На ваш взгляд, как там может развиваться ситуация и как это повлияет, собственно, на ситуацию в Приднестровье? Сложный вопрос. Наверное, никто сейчас не знает, чем все закончится. Я лишь хочу добавить от себя, что касательно юго-востока Украины, что каждый народ имеет право на самоопределение, и тот геноцид и гражданская война, которая творится, она должна быть немедленно прекращена любым возможным мирным способом. Приднестровье доказало в 92-м году при помощи, в том числе, естественно, Российской Федерации, остановило этот геноцид и остановило гражданскую войну. Прошло 23 года, и мы видим, что прецедент повторяется. Я считаю, что это, как ни цинично, может быть, сказано, это хороший прецедент, то, что произошло сейчас на Юго-Востоке, что народ хочет и имеет право на самоопределение. Еще раз обратите внимание на Приднестровье, которая давно сделала свой выбор в сторону Российской Федерации. И не отказывается от него, несмотря на сложное положение. Сергей Алексеевич, спасибо вам большое за то, что вы делаете, ну и, собственно, за сегодняшнее интервью. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.